Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор третьего раунда FPS Cup от маппера Pew! Карта с мидкитом. Я её, как видите, у меня нету тайма в этот раз, но я её типа до финиша прошёл, но я даже не финишил, времени совсем не было играть. Значит, здесь у нас любезно отпил инструкции. У меня, правда, PicMip. По идее, оно будет почётче, там 8К, вот это всё. Так, ну и он говорит, значит, кто здесь? Найди и подбери, так сказать, AirJump Item. Когда ты его найдёшь, ты сможешь прыгать снова в воздухе. Google Транслятор, ваше всё, так сказать. И, соответственно, за бинди плюс button 2. Для меня это пробел, либо маус 4, кому как удобно. Значит, если мы играем невнимательно, то вот это вот, вот это вот, а я зум убрал, то вот этот вот AirJump Item, мы его отсюда не видим. Если мы играем невнимательно, вот эту кнопку мы не видим, и это проблема, потому что вот, ну, по идее, вот со старта, вот что тебе нужно знать со старта? Вот ты появился, и маппер как бы тебе говорит, вот здесь вот дырочка, которую как бы ты особо и не заметишь, если первый раз на карте. Точнее, ну, не то, что первый раз, если ты вот поиграл, 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 ты её просто не заметишь, потому что на карте столько много всего происходит в целом. Нужно много всего обдумать, подумать обо всём, какие-то роуты пытаться строить, и ты это можешь не заметить, как и вот этот вот айтем ты можешь не заметить. Точнее, ты можешь догадываться, точнее, ты его потом заметишь в любом случае, потому что у тебя будут возникать вопросы. Но вот эту кнопку ты можешь не заметить. Это, несмотря на стиль карты в плане дизайна, да, что, ну, он такой, типа, простенький, плиточка, красивенько всё, спокойненько. Это всё очень легко фиксится, просто, во-первых, не надо делать углубления, наверное, и тогда будет видно, а во-вторых, обычно какой-то вот, вот, ты же не просто красный кубик, да, здесь сделал, а ты какой-то шейдер положил. Ну, это скорее придирки, но это такие, это не то, чтобы я говорю фу, плохо, это я говорю как рекомендация к улучшению своего мапперского ремесла, так сказать. Все вот эти моменты, слик должен быть разной текстурой, если он ещё сияет тебе в ебало, и ты точно знаешь, что это слик, ещё лучше, то есть тебе твоя задача как маппера сделать настолько очевидно всё, то есть если ты делаешь кнопку, ты её должен подсветить, ты должен, не знаю, сделай надпись, что это кнопка, где-то, например, на старте, да, что вот здесь вот у тебя знакомство с картой идёт, ты вот здесь пишешь, ебать, что, ебать, в этой дырке кнопка, и всё, даже если ты хочешь в дырке делать, по идее, ты просто такой бежишь, такой, и у тебя тут красная, ядовито-красная надпись, что, ебать, тут кнопка, ага, и ты уже сразу всё понимаешь. И вот эти лампочки, на мой взгляд, не очень удачные, потому что они первое время тоже смущают, они выглядят как кнопки, их хочется, ты, ты, типа, им на протяжении всего изучения карты, ты им не доверяешь, ты хочешь в них пострелять, вдруг они что-то делают. Ну, это скорее лирика, так сказать, карта хорошая в целом, даже приготовил некоторый бонус для вас. Ну, давайте её, собственно, поиграем, наверное. Мы выпрыгиваем со старта, про кнопку мы, естественно, не знаем, потому что мы такие появились, ага, куда-то вперёд идти надо, мы видим сразу только белый куб, на нём что-то есть. Изначально я даже, когда играл, я даже вниз туда не прыгал, я такой, типа, ой, здесь налево, ладно, или направо, типа, да. Увидел там кнопку, окей. Я такой, увидел кнопку. Вот я стою, стреляю, ничего не происходит. Только я подпрыгну с какой-то скоростью, меня сразу толкает, да, то есть она добавляет до 1100 скорости. По-моему, я могу ошибаться во всяких исчислениях, что где даётся, потому что я карту толком не играл. Но я её, как бы, так сказать, примерно знаю. Падая вниз, на красном мы получаем ракету, внизу мы получаем хейст. Точнее, мы здесь получаем ракету и хейст с батлсьютом, а здесь мы получаем плазму. И это нам сразу говорит о чём? Правильно, о том, что мы такие идём, 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 и нам нужно кидать 2х. Кидаем 2х, ловим 2х, ловим мы его плохо, но ничего страшного. Долетаем за аэроджомпом. Спасибо, что триггером. Тут отдельно, как бы, спасибо. И отсюда у нас уже открывается прекрасный вид, где мы такие хоп, такие постреляли, хоп, поиспользовали миндкит и прилетели на ракету. Нам даются 2 ракеты. Мы проходим дальше, мы пока ничего не знаем. Проходим ещё дальше. Видим туннель, где с двух сторон нам дают плазму. Точнее, это должен быть 1 триггер, скорее. Ну да, это вот так. Почему здесь разрыв триггера? А, нет. А, да. Нет, это тогда... А чё это? Типа прыжок дают? Ну да. Или нет, нет, это по приземлению. Ну ладно, да неважно. Короче, триггер плазмы. Сказан здесь, по-моему, он так и стоит. То есть, если мы прыгаем ниже, то мы не получаем плазму. Это ничего, это бывает. Ну и, собственно, плазмим, плазмим, плазмим. Можем использовать даже метки. Здесь нам дают гранату. Если вдруг мы такие зафейлили, у нас всё кончилось. Мы можем стрельнуть гранату. И залететь. Далее мы переходим в телепорт. И, ну, здесь отдельное спасибо, что карта зеркальная, да? То есть, она не просто один путь, а есть влево, есть вправо. То есть, кому как удобно, он может пойти. И это отдельный плюсик всегда. Это не всем картам, конечно, такой стиль, типа, подойдёт. Но отдельный плюсик, конечно, мы ставим. Значит, здесь красные губы. Ты думаешь, что тебе надо сверху. Но тебе можно пройти снизу. Потому что снизу у нас, если быть повнимательнее, красный триггер. Опять же, это как-то надо выделять. То есть, понятно, может, по стилю карты не подходит. Но если мы прыгаем внизу, мы получаем ракету. И с использованием меткита мы можем, значит, от неё отпрыгнуть, как будто ракет-джамп. Далее. Что у нас? Две ракеты. У нас там другая текстурка. Интересно. Мы сразу думаем, ага, это слик. По-любому. И так и есть. Ого. Здесь нам дают плазму. И, собственно, мы такие... Ну, выбора особо нет. Я врезался. Выбора особо нет. Мы просто... Просто тратим всю плазму и добираемся наверх. Опять же, вот эта лампа. Они ещё в таких местах, как будто это реально кнопки какие-то. Это тоже... Что за лампа? Как будто бы кнопка. Ну, реально. Вот ты такой залетел сюда такой, думаешь, ага, здесь я могу себя толкнуть, если тыкнул эту кнопку. Ну, короче, расположение вещей не самое удачное, я бы так назвал. Но я всё потратил, поэтому давайте я просто... Иволт сделаю, так сказать. Здесь у нас ракет, по идее, нет. У нас есть плазма, и мы такие... Ля-ля-ля, плазмим. Получаем ракету. Здесь у нас опять слик. Спасибо ещё раз за отдельную текстуру. И здесь вот начинается, так сказать, этап исследования. Потому что у нас есть там какие-то жёлтые триггеры, да, нам... Какой-то вот здесь синий триггер. Ну, это телепорт обратно. То есть, маппер говорит нам, что срезать нельзя. Здесь нам... Здесь это у нас, значит, даблджамп. Ой, джампад. И по рампочкам, по рампочкам, так сказать, мы залетаем. Следующий телепорт, который кидает нас в очень... Как сказать... В, так сказать, tricky place, не знаю. То есть, у нас сверху кнопка есть, у нас есть сбоку кнопка. И у нас есть телепорт, который, судя по красным стенам, даёт нам ракеты. А здесь нам дают квад. На две секунды. Да, на две? Да. Ну, считай, что на три. Раз, два, три. Да? Да. А, нет. Ну, ладно. Ооо, я убился. Это не проблема. Мы можем сделать... Вот так, GSP полторы. Ой-ой-ой, а это что такое? Как-то шейдер, да, натянут? Не очень. Но это бывает. Значит, мы залетаем. Прыгаем по рампочкам. Опа, секреточка. Ладно, нет. А, да, вот это как раз комната. И, значит, что нам надо? Нам надо что? Мы, даже если мы сверху кнопку увидели, мы такие, ага, что-то не получается, да? И прыгаем, что-то не получается. Дают квад, значит, должно быть оружие. Оружия у нас нету. Я на всякий случай сохранюсь. И если потом еще башкой повернемся, мы увидим следующую кнопку. Но у нас все еще ничего не получается. И потом мы должны еще внимательнее посмотреть. Ну, это так условно обозначает путь мышления, да? Мышления игрока. Потому что понятно, что в комментариях сейчас... Ой, да, я все сразу нашел. Все роуты, я там, ебать, сразу всю карту понял. Очень рад за вас. В общем-то, нам надо стрельнуть ту кнопку. Сделать эрджамп. А я его не взял. Но мы увидим в любом случае. То есть сделать эрджамп, когда мы стреляем эту кнопку. И попасть в триггер с ракетой. С которого мы вылетаем. И, собственно, забираемся наверх. Здесь, если мы зафейлили любезно градиентом... А, да, градиентом. Потому что, ну, вот это классно, вот это классно. Градиентом, потому что дают и плазму, и гранату. То есть зеленый и фиолетовый. Очень классно. Мне это нравится. Ну и забираемся. Может, не совсем. Забираемся на финиш. Вот. Значит, что я могу сказать? Сказать я, наверное, ничего не могу. То есть карта прикольная. Карта интересная. Немного, на мой взгляд, она перемудрена. Как-то... То есть... Ну, идея понятна. Идея классная. Сама карта по себе классная. Тут, как бы, придираться особо не к чему. Но многие моменты, они, исходя из комментариев, так сказать, ближайших для меня, так сказать, родственников в дефраге, исходя из комментариев, карта, она немного не потещена. Например, от таймингов с edge jump, ну, с midkit, и всяких таких подобных вещей. Там какие-то у них очень... Такие очень... Серьезные вопросы у ребят возникали. Я сейчас, конечно, не процитирую. Но в целом, я думаю, в бонусе, который я вам предоставлю... Наверное, давайте, наверное, сейчас. То есть, почему бы и нет. Значит, я спросил нескольких ребяток, что они думают по поводу этой карты в трех словах. Вот это нам сказал Маскаль. Геймплейное, но недоделанное. Местами дырявое. Иногда геймплей очень скудный. Но из-за эйрджампа очень много вариаций. Особенно в третьей комнате. Ну, интересное. Мне в целом понравилось. Очень жаль, что роут с ракетами никакой нельзя было придумать, которые в первой комнате. Я когда педрил, что можно по большой рампе два раза прыгать, так ракеты сразу же отпали. Их еще отбирают потом к тому же вроде... Не помню. Вот такие дела. То есть, ну, в целом, отзыв положительный. Вот это он у нас... Сказал XS. Что означает, что нужно пофиксить все те баги? Ну, я думаю, что PU... Если PU интересно самому, он может написать просто XS в Discord. Я думаю, XS будет не против. И вы вместе можете пройтись по всем багам. Потому что я реально карту не играл, чтобы времени не было. Обзор делать надо. А затрачивать карту, чтобы все эти баги прочувствовать на себе, естественно, я не буду. Но, как бы, надо пофиксить все баги. И вообще эту карту надо кинуть на ДФВЦ, чтобы люди с большим усилием ее позатрачивали. Потому что она, я так понял, она очень... Как сказать... Ну, и она может раскрыть себя в качестве роутов. Но на FPSCAP'е особо люди не хотят заморачиваться. Хотят почилить. И вот это все. Ой, это значит, я спросил... Ёпта. Я спросил врифа... Вриф... Вриф... Райд. Райд. Как правильно. Вот. Ну, нашего, в общем, тоже заморского коллегу. Послушаем, что он сказал. Round 3 I thought was great overall. I am a big fan of P1U's cubic style. And the focus on weapon fundamentals in combo run is just really good. Hardest part for me was the initial rocket stack. My timing is always bad with those. Maybe it's my PC though ye let's go with that. Other things I noted from this map. Double jump item can be tricky to time. Rocket section was hard to max out for sure. And last room was relatively easy but again hard to max out. It is crazy watching these demos back at what people come up with. Overall the routes were fairly similar apart from crazy guys trying 3PGBS in a row, a night with his double dipping on the speed boosts. I think the Potsubayashka was essential on the slick section, example Lankoloy had probably the best section there. Still I am puzzled at the time gains from this map. You'll go study SARS, of Charkin, and Moskul now. GG. GG. Ну то есть опять же карта в целом понравилась. Многие вещи, как он сказал, сложно замаксить. То есть для минмакса там условного эта карта достаточно сложна. Поэтому иксасс говорит, что надо ее на ДВВЦ, чтобы люди прям позадрачили. Вот, и В общем-то Некоторые спойлеры По поводу роутов Но роуты Ну, на этом все, весь бонус Закончен И давайте Топ-20 Также посмотрим, я думаю Я думаю, мы много вариаций Увидим В ИКУ-3, как всегда, будет сюрпризом ЦПМ особо сюрпризов, наверное, не будет Но, посмотрим Ладно, в общем-то, Волкануэд 1.09 Так, а ракета А А Я понял Мне думал, показалось, что ли Что там Кват дает Нет, на самом деле, ИКУ-3 дает кват Это плюс, конечно Здесь у нас платформа Зачем-то Есть Тир-джамп Ну, я могу ошибаться, конечно Рампы все подогнуты Под ИКУ-3 Что Очень приятно Ну, если бы они не были подогнуты Под ИКУ-3 Тогда, я не знаю Ну, это ИКУ-3 бы невозможно было играть Просто Неплохие ракеты С метки там Долетает А, ну, вот так, да То есть Возможно Человек вверху кнопку даже не видел Которая толкает тебя вниз Но Ничего Ничего страшного Так ИС-ТУ-1.07 Демки Длинные Да И дают одну ракету С квадом Не знаю Давали бы в ЦП Одну ракету С квадом Также В этом В этом случае Я не знаю Зачем Такую развилку Прям делать Иногда Может быть Думаешь Просто Что Вот Если я оставлю Тут квад То Люди Сразу Карту Сломают Что-то Что-нибудь Там Придумывают Так и пусть Сломают Ну, в плане Они дальше Первой комнаты Карту Не сломают Им в любом случае Надо идти наверх За меткидом Потому что Квад там Грубо говоря На одну секунду В других случаях Если даже Они не сломают Ну, подинамичнее С квадом Повеселее Будет смотреться Зачем делать Зачем усложнять Просто искусственно Жизнь ЦПМ Игрокам А выкутришникам Давать квад Давай выкутришникам Тоже-то 2Х Тоже сверху Кнопку не стрелял Это так Опять же Это Такие Типа Ну, не то что Это Это не придирки Даже Это я просто Я просто знаю Что Пиу Способен Сделать хорошие карты У него есть Классные карты Возможно Он это все сделал По советам Там Своих коллег Из ФПС Но Для Пиу Возможно Окажется секретом Коллег Не всегда стоит Слушать Меня Карты Карты Почти любого Игрок Кто Играет На топ Уровень Они все Как бы Ну Они все Замечательные Грубо говоря Понятно что есть Где-то удачные Там неудачные Но если мы посмотрим Карты Бенза Карты Эффекта Которые Они как бы Простые Но все равно Если ты хочешь На них сделать Какой-то Красивый тайм Ты запаришься Карты Жана Жанкомпы Очень классные А если мы посмотрим Карты Порнстара Который Ну Я не скажу Точно Тоже сверху Не стрелял Если мы посмотрим Карты Жана Ой Жанна Порнстара Не хочу ничего против Порнстара сказать Так кстати У него карты Конечно классные Но они все Преимущественно Очень простые Вот прям Очень простые И они сломались Эти карты В плане роутов То есть они поломались Конкретно в плане роутов Только когда у людей Просто скилл подрос И выяснилось Что у Порнстара Там Не знаю Ну Ну чушь В большинстве случаев Которые просто Расплюнуть делается Ладно 1.02 С Эллиот Это ТС Эллиот Скорее всего Да 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 и две ракеты Я глупый Но Кват Типа Не знаю Ну я понимаю Почему Кват В ЭК-3 Если что Что там И тайминги Оружие меняется По-другому И так далее Можно дать Одну ракету Сквадам И все Зачем Две Тогда Если Ну если Есть вариант Был вариант Сквадам Ладно Не знаю Ладно Забейте Так Мысли Мысли вслух Мысли вслух Ну что Ну тут Нечего Обсуждать Я не знаю Да что-то Говорит Надо Научить Молодежь Так сказать Мудростям Ну Все Все Преимущества Проходят Через Джампад Тоже Неплохой Вариант Отстреливаться Вот так В рампу Ракеты Поздние Мне кажется Здесь Разно Лучше Можно было Пролететь В этом Случае Сверху Кнопку Увидел Здесь Не стал Стрелять Сверху В кнопку Почему И нет Это Вопрос Она Второй Раз Может быть Не срабатывает Или А Может про это Тоже ребята Говорили Может она Не срабатывает Типа Если ты Два раза Быстро Ее ткнешь В каком-то Промежутке Времени Она не срабатывает Не знаю Кюбит Сейчас Естественно Тоже Напишут Что Ой Че ты Позови В гости Кого-то Там Поинтереснее Бы Про карту Рассказали Ну Начнем с того Что мне Сподручнее Одному Вообще Все это Делать Изначально Если я Зову Там Всяких Энтеров Маскалей И так далее Я Большинство Мыслей Ой Воу Воу Хорошая Хорошая Я Большинство Мыслей Просто Забываю Что Я вообще Хотел Сказать Это Не вне Зависимости Знаю Я карту Не знаю Карту Вариантов Много В целом Особенно В ЦПМ Там Со всякими Даблджампами Вариантов Очень много Так Кнопка Сверху Кнопка Сзади Ну да Не знаю Тут возможно Если люди Не стреляют Верхнюю кнопку И про нее знают Наверное Что-то Не понимаю Либо Они Что-то Не понимают Ансельмо 58 Был Кстати Сабминут Раннер Но Не вышел Из минуты Поэтому Обманывает Так сказать Так Уэээ Ансельмо Мидкит Наттаун Замечательно Воу 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 Как На широкую Пошел По широкой По широкой Тоже с ракетой Наперед Да С ракетой Наперед Это очень Классно Мне Такое Это Кстати Нравится Хорошие Очень хорошие Ракеты Ну Мидкит Я не знаю Посмотрите ДФВЦ Я правда Не помню Какой Какой Это был ДФВЦ С картой От Уранья Где Где С мидкитом Рокетран Вот это Была Да Вот это Огонь Карта Просто Мне кажется Одна из лучших Вообще На протяжении Всего ДФВЦ Ну Вообще Всех ДФВЦ Одна из лучших И Ну Я Я к тому Что Если Вдруг вам Вы чувствуете Что я недостаточно Рассказал Много Про Возможности С мидкитом Что Можно Роутов Наворотить Там Столько Роутов Что Не Рассказать Проще Посмотреть И Тем более Мы Сэкономим И наше И ваше Время Так Яржаты Да Я Возможно Немного Ленивый Но Я Вообще Не Особо Хотел Давайте Начнем Отсюда Я Вообще Не Особо Хотел Делать Обзоры Меня Попросили Так Сать Я Не Отказался Так Очень Много Скорости Очень Все Динамично Без Ракеты Наперед Потому Что Потрачено Оу Воу Ракета Слик Ну Вот Это Спорно То То Ты По Идея Если Ты Не Используешь Джампад Но Делаешь Там Какой-то 2x Еще Что-то У Тебя Должно Быть Два Две Причины В данном Случае Почему Ты Хочешь Идти Именно Того Использовал Кнопку Столкания Вниз Хорошо У Тебя Должно Две Причины Не Использовать Джампад Точнее Идти Скажем Не Возможно Он Не Знал Даже Что Там Джампад Но Давайте Скажем Что Он Знал И Он Все Рано Пошел Поверху Две Причины Первая У тебя Должна Быть У тебя Должно Быть Больше Скорости Тогда Если Ты Идешь Не Через Джампад Так как Джампад Находится На нижнем Уровне И мы Играем Особенно Мы играем В Q3 Без Всяких Доблджампов А Трамп Очевидно Что На нижнем То есть До Джампада Мы дойдем Гораздо Быстрее Если Просто Будем Идти По Нижнему Уровню Потому Что У нас Будет Больше Скорости Потому Что Нам Не Надо Ну Мы Все Ракеты Можем Давать Просто Тупо На Скорость Вторая Причина По которой Ты Можешь Идти Поверху Это Добавление Каких Наверху Ракет Которые Тебе Позволят По Другому Себя Позиционировать Это Две Главные Причины То есть Если Тебе Не Выгодно По Позиции Идти Через Верх Но Через Верх Быстрее И Ты Не Знаешь Как Дальше Развить Этот Роуд То Не Иди Через Верх Потому Что Это Не Выгодно Так Адея 56.8 Я Немножко Подзапутался Но Надеюсь Идея Понятна То есть Если Особой Выгоды Нет Что То Делать Этого Делать Не Надо Естественно Так Не Стрелял В Кнопку Не Знаю Ну Спорно Она Дает Все Так Косарь Скорости Даже Если Ее Всю Потеряешь Так Через Через Секунду Ту И ту Секунду Как Минимум Будешь С Косарем Скорости Ой Диема Тоже Класс Карт Кстати Вот Через Джимпад То есть Вот Наблюдо 2x Классно Ну Через Джимпад Самое Быстрое По идее Вниз Не Стрелял Точнее Вниз Вверх Вверх Не Стрелял И опять Вверх Не Стрелял Возможно Там Получается Так Что Есть Те Стрель Что Ты По Кулдауну Не Получая Ну Не Проходит У Тебя Как Кулдаун Еще Что То Ну Видите Энтер Тоже Занятой Отправляет Я Вообще Даже Я Даже Как Энтер Не Играю Типа Я Еще Меньше Играю Так Проки 54 9 Проки О О Давайте Давайте Сразу Рассмотрим Вот Это Вот Вот Это Вот Попытка Быть Про Игроком От Проки Попа Смотрите Те 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 Знает Уже Понял Так Сать Значит Ты Стреляешь С Машингана Зачем Это Делается Мы В Каком То Из Обзоров Это Уже Обсуждали Но Давайте Еще раз Быстренько Повторим Ты Стреляешь Так Такую Роль Играют Что Тебе Нужно Ракету Высвить Как Можно Скорее Как Бы Сразу После Того Как Ты Ее Получишь Проки Поп Спамит Машинганом У Машингана Ну Все Мы Знаем Когда Например Ты Ракету Стреляешь В момент Когда У тебя Ее Отбирают То У тебя Все Еще Проходит Кулдаун Этой Ракеты То же Самое Происходит Здесь То Если Ты Стрельнул В момент Например Перед Четко Перед Триггером У тебя Кулдаун Машингана Проходит И ты Получаешь Ракету Позже Возможно Здесь Это Так Не Работает Ну В плане Это Не Критично Да Но Это Не Хороший Знак Чтобы Такого Не Происходило Нужно Брать Оружие Без Кулдаунов А Это У Нас Гантлет То Если Мы Стрельнули Наверх В Кнопку И Сразу Переключились На Гантлет И Просто Спамим Гантлет Тогда Это Намного Эффективнее Возможно Про Кипоп Об этом Не Знал Я Открыл Ему Сейчас Глаза Ну Что Ж Рад Помочь В Таком Случае Это Даже Весп Делал Где-то По-моему С этим С Гантлет А У них Ракета Тут Есть Или Что Я Что Нет Я Все Не Успеваю Понимать Почему Они Не Стреляют Ракету Наперед Там Как раз Скорость Такая Прям Все Отлично Стрельнул Туда Сюда Стрельнул Туда Да нет Вот По кулдауну Все В принципе Проходит По кулдауну Все Хорошо Все 4.9 Ну Хорошая Демка Чистенькая Несмотря На то Что Спамил Машинган Ну Возможно По-незнанке Бывает Ошибся Человек Так Ничего Страшного Тоже Машинган Спамил Ну Энтер Я сомневаюсь Что он Не знает Возможно Если Энтер Спамил Скорее Все Либо Зная Энтера Либо Ему Лень Переключать На Гантли Потому что Это Дополнительную Кнопку Надо Нажимать Либо Просто Здесь Пофигу И ты Просто Хочешь Выстрелить С другой Стороны Зачем Тебе Стрелять Сразу Ты можешь Ну То есть Ну Короче Ладно Здесь Вот Ракета Наперед Корреш Спорный Момент Посмотрим Но По идее Надо Гантли Там Такие Вещи Делать То есть Я Я Не Отрицаю Что Здесь Это Возможно Вообще Не Важно И Люди Просто Для Удобства Так Делали Но Я Как Обзорщик Обязан Об этом Упомянуть Чтобы Другие Люди В принципе Понимали Что Происходит Оу Воу 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 Ракета В Три 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 Да Оу Прям Четко Десять Да Десятое Место А это Десятое Место Я Перепроверюсь Да Ля Десятое Место Так Ну В УК-3 Мне кажется Интереснее Гораздо Играть С Медкитом Потому Что У тебя Как-то Побольше Вариантов Они же А там же Две Ракеты Да Они Используют Одну И в итоге У них Вторую Отбирают Не А вторую Они перед Сликом Используют Я понял Все Ракета Не очень Получилась Ракета Куда-то В Полу В молоко Так сказать Кинулась Но это Бывает Это Ничего Страшного А То есть Кнопка Не реагирует На Ракету Это Вот так Вот Происходит 5 1 Ракета Очень Либо Кнопка Не реагирует На Ракету Что Очень Странно Почему Ей Не реагировать На Ракету Либо Я не знаю Либо Она Не реагирует На Ракету Но Больше Вариантов Нет Так Step 51 1 Ну Не знаю Странно Вот Эта Ракета Из Трубы Как-то Ее По-другому Надо Стрелять Либо Че Не знаю Выгляд Странно Так 2x Замечательно Хотел стрелять Вверх Видимо Передумал Ну Ракеты Да Там Одна ракета Она В молоко Немного Улетела Но В стену Ну Нормально Видимо Пойдет Раз такие демки Отправляют Видимо Ну Пойдет Как бы Ну Карта Сама по себе Я думаю Для людей Карта Не самая Простая Поэтому Наверное Как прошли Там Если даже Какие-то Косяки Ну И Слава Богу Главное Прошел И Ладно Так Бридж 58 29 Баксов Ну Вот Типа Люди Даже Не Спамят Ничего Вообще И Нормально Проходит Не знаю Пораньше Прилетит Как бы В пол Или пораньше Отстрелишься Но С другой Страна Если Здесь Это Не Настолько Критично То И Как бы Ладно Давайте Давайте Отпустим Уже Эту Тему Так Прям Через Вверх Прям Вот С под Себяшечкой Сколько Скорости Ля Какой Ля Как Делает Вверх Не Стреляет Не Зла Возможно Да Если Стреляешь Наверх У тебя Просто Настолько Много Скорости Что Ты Не Успеваешь Наверх Забраться И Поэтому Дешевле Не Стрелять Наверх Видимо Отстреливать Себя Вниз Как Бридж Сделал Но Не Зная Посмотрим Я Доверяю Там Вот Троим Людям Я доверяю Не Були Я Не Доверяю Я Кету Доверяю И Дельте Ксас Свою пользу Доверяю Хотя У Дельты Тоже Бывает Спорно Ну И Диман Я В принципе Тоже Диман Диман Диван Доверяю Тебе Посмотрим Да и ВК3 Быстрая Ремарка К тому Что Я Сказал Ранее Быстрее Выстрелил Быстрее Она Упала И Вот Это Все Мы Играем В И Ку Три У Нас Смысла Как бы Спамить Что-либо В принципе Нету Кроме Как Плазма Я Думаю Хотя Не знаю Даже Плазма Не стоит Не надо Потому что Пушка Достается С кулдауном Она Немгновенно Это делается Спам Это делается Для того Чтобы Когда Пушка Когда Играешь В ЦПМ И пушка Мгновенно Достается Ты сразу С нее Стреляешь Это делается В ЦПМ Я Видимо Я затупил Поэтому В ИК3 Это короче Имеет Еще меньше Смысла Чем Я тут Нарассуждал Поэтому Ребята Если что В ИК3 Это вообще Понты Голивые Просто Так Сразу Ракетку Использовал Ты засеил Ракетку Использовал Там Еще одна Ракет Ракета Наперед Ой Ну Слабенький Подъем Слабенький Подъем 2000 С плазмы Врезался С плазмы Продолжает Ракетой Да Да Вот это Но это Выглядит Качественно Ну не знаю То есть Тут как бы Ракеты Не самые Перфектные Были на финише И Диман Сделал Не знаю Тогда Ну надо стрелять Вверх Иначе Типа Ну медленно Получается Иначе Молодец Зиман Хорошая Демка Кет Хопа Хопа Я не знаю Ну то есть Здесь Ну В Q3 Можно среагировать На то Как тебе Дает оружие И можно Зажать кнопку Выстрела В момент Когда тебе Когда начинается Анимация А когда начинается Анимация Тебе даже Реагировать Ничего не надо Ты ее Просто слышишь Когда тебе Дают оружие И это Ну Кто-то может Без звуков Играет Ну Тогда Ладно Я могу Так стать Это Ну ладно Ну это Неважно Короче Оно Просто На что Не влияет Спаймишь Ты не Спаймишь В Q3 Вообще Пофигу Хорош Очень Очень Хороший Роуд Ну Как Ну Не Роуд Скорости Скорости Качественные Вот И Залетаешь У тебя Даже У тебя Даже Потому Как Кед Влетел Ты Еще Быстрее Даже Можно Влететь Не Була 49.6 Или Не Була Как Правильно Не Була Вообще Анимации Нет Стар А почему Анимации Нет А это Легитимно Вы Видите Анимации Я не вижу Анимации Почему Они Достаются Как В ЦП Просто Мгновенно Ну Это Не Буду С Читами Там Играет Версия Древняя Либо Еще Что Ну Не Знаю Тогда Типа Если Ты Не Стреляешь Вверх Делай 2x В рампу Вниз Типа Ну Тем более Там Кват Не знаю Блин Так Это Какую-то Чушь По-моему Делают Так Пойзон 49.5 Почти Поздравляю Стоп 3 Пойзон Мистер Пойзон Почет И уважение Старичкам Интересный Спот Для Ракеты Даже Вот Так Вот Ага Кнопку Не Стрелял Возможно Она Просто Типа Мешается Или Еще Что Может Она Ку-3 Не нужна Потому Что С этой Скоростью Ничего Не Сделаешь И Можно Типа Лучше Лайнап Себе Сделать Ракета Наперед Очень Качественная Ракета Ну А Пользова Другого Не Ожидаешь Если Честно Так 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 Старая Школа Ракет Подъехала И Тоже Без Верхней Кнопки Не Зат Ну Финиш Медленный Финиш Медленный Не Знаю Слушай Ну Ничего Против Пользования Не имею Но Три Секунды Это О чем То Говорит Это О чем То Говорит Ну Где То Сейчас Посмотрим Вот Сейчас Самое Интересное Начнется Вот Сейчас Роут А Тут Еще Пол Секунды Типа Ну Ладно Не Пол Сколько Ну Ладно Не важно Сколько Там 800 Типа Так Ну Пока Ничего Необычного Хорошая Ракета Хорошая Скорость Что Качество Все Хорошо Что У нас Происходит Здесь 2x Не Знаю 2x По Ну Вот Этот Он Какой То Вот Ты Что С 2x У тебя Такая Скорость Что Без 2x У тебя Такая Скорость Как-то Оно Стреляет Вниз Стреляет Вбок Вот И Прямо Вот Он Финиш И Вниз И Вбок Можно Стрельнуть И Вот Тебе Нафигища Скорости Почему Нет Так Ну и Дельта Первое Место А ну Да Здесь Стоит Отдельно Сказать Про Старт Что Там Я не знаю Как Было Потещено В целом Но Там Нужно Тебе Короче Ты не можешь Просто Делать Серкл И бежать Потому что Когда идет Речь Про Тайн Непосредственно Про Типа Фреймы Тебе нужно Начинать Падать В эту Дырку Как можно Скорее Чтобы ты Этот Рокет Подобрал Как можно Скорее Соответственно Его выстрел Как можно Скорее И Все Как можно Скорее Да О Здесь Просто Больше Скорости Оттолкнулся Возможно Просто У Ксаса Не Получился 2х Ну да Вот Все По таймингам Нормально Тут Даже Можно Еще Быстрее Этот Финиш Сделать Чем У Дельты Потому что Типа Он Потолок Еще Оптимизировать Можно Как Сказал Ксас Эту Карту Надо ФВЦ Пихать Чтобы Люди Позадрочили И Замаксили Но Я В принципе Соглашусь С Ксасом Почему бы и нет В общем Ладно Приходим ЦП В Ку-3 Очень классные Демки Почти все Одинаковые Ничего страшного Надеюсь ЦП у нас будет Не так Одинаково Уже 45 минут Обзора 38.4 Почти Эндр И Топ-20 Занимает Смотрим Топ-20 Напоминает Делать 2х Ну Здесь Без 2х Делать Нечего Поэтому В любом случае 2х По-моему Медленно Вот это Вот Все Делать Дважды Прыгать На Рампу Хорошие Скорости Хорошие Двлджампы Хорошие Ракеты Качественно Можно было бы Еще одну Впихнуть Если честно Ракету Почему бы Нет Без Боковой Кнопки Теперь Мы знаем Что В ЦП Тем более Надо Боковую Кнопку Стрелять Потому что Она тебе Дает Бесплатно Тысячу Скорости Бесплатно Бесплатную Скорость Всегда Набрать 38.2 Хай Ази То есть Вот тут В ЦП Уже Имеет Смысл Поспамить Гантлет Спамить Машинган Как я Объяснил Ранее Смысла Мало Надо Спамить Гантлет Тоже По-моему Ну То есть Они Сохраняют Ракеты Чтобы Эти Ракеты Использовать Там Но Как Нам Маскаль Вот Еще Одна Ракета Которую Не Сделал Хенри Или Хендрай Я не знаю Хендру Ну Финиш Неоптимальный Но Зато Сайвовый Просто Пострелял И Финишировал Почему Бынет 37.5 Крейзи Ал Крейзи Ал Но Пока Что Никто Не Свалит Гантлет Пока Что Все Просто Стреляют Потому Что Здесь В Принцип Не Сразу Не Сразу Попал В кнопку Это Сразу Рестарт Потому Что Чем Раньше Ты Вылучаешь 1200 Тем Естественно Быстрее Сделай Граунд Граунд Буз Все В порядке Двойной Прыжок На рампе Очень Много Скорости Довул Джамп По-моему Там Ракета Не Особо Прилетела В эту Рампу Очень Очень Красивый Очень Красивый Так Сать Мувмент В этой Комнате Ну Ракетами Еле 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 Не было 37.5 Чуть-чуть Перебил Грязяло Я не знаю Может они Что-то Спамят Но Как-то Оно Не видно Что Ничего Спамят Вот они Все Большинство Сохраняют Ракеты Чтобы При выходе Их Отстрелить Но У нас Там Есть Плазма А Это Значит Что Мы Можем Ускорить Себя До И Делать Граун Пусты Что Как-бы Звучит Намного Намного Оптимальнее 37.4 Очень Плотные Тайм Очень Плотные Во Во Пля Вот Помогая В принципе Если Карта Классная Я Конечно На нее Потрачу Больше Время Здесь Тупо Времени Даже Не было В Риф Риф 37.4 Тоже Спамил Гантли Ну Все Любой Уважающий Се Человек В Таких Ситуациях Спамит Гантли Ну Или Не Человек Дефрайер Да Ты Вообще Скипаешь Ракеты У тебя Нет Здесь Ракет Потому Что Идешь По Более Узкой Траектории Ты Не Берешь Триггер Поэтому У тебя Нет Выбора Кроме Как Стрелять ГБ С Плазмы Ну Ракеты Могли Быть И Получше Ракеты Слабенькие Получились Но Там Тут Тут Много Зависит От того Сколько Ты Карту Наиграл Потому Что Опять Как я Говорил В прошлый Раз У каждого Нормального Уважающего Себя Дефрагера А не Человека Как в Комментариях Пометили Должно Быть Несколько Путей Несколько Вариантов Происходящего Чтобы Тупо Не Зафокапить Ран И В этом Случа Вот Особенно Вот этот Выход На Рампы Со Слика На Ну На Рокет Комнату Там Нужно Прямо Наиграть 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 Чтобы Тебе Примерно Понимать То есть Ты слился Вот тут Так Значит Тебе Дальше Надо Действовать Вот так Там Такие Углы Такие Прыжки И так Далее То есть Это Тупо Наигровка Это Надо Запоминать Как Типа Себя Вести В этом Случае Потому Что Отклонения Они Могут Быть Не Самые Критичные Да То есть Чуть Чуть Меньше Скорости Получил Или У тебя Чуть Спейсинг Другой Стал Это Не Критично В целом Для Времени Потому Что Секцию Можно Пройти Очень Там Ну Секция Может Не Зависит От того Получил Ты 50 Упсов Больше Или Меньше Но При Этом Это Все Может Тебе Зафакапить Потому Что Если Ты Играешь Тупо Вот Как Робота Одним И Тем Путем Никак Вариативности То Ты Играешь Карты Очень Долго Я Подозреваю Очень Долго Ну Нужно Быть Очень Гибким Играть Все Физики Все Пушки Все Стрейфы И так Далее Ладно Это Мы Так Увлеклись Лирика Лирика Фейза Фейза Я Хочу Пить Я Хочу В Сходить В Бафрум Но Придется Терпеть Что Поделать Надо Было Ходить Бафрум Перед Обзором Через Рампу Ну Почему Нет Да Но Мне Кажется Это Настолько Нестабильно Через Эту Через Джампад Смысля Финиш Неплохой Финиш Финиш Неплохой Так Вхоз Товары 37.2 Возможно Через Джампад Быстрее Всего Но Мне кажется Это Джампад Так Подставляет Вот Тоже Значит Без Без Ракет Просто Звумя ПГБ А тут Можно Три ПГБ Счетки Сделать Я Не знаю Там Ксас Ой Не Ксас Райф Говорил Что Три ПГБ У кого-то Ну Там Три Прям Просится Я Почему Ксас Не Сделал Три Ну В смысле Может Он И Сделал Я Еще Не Смотрел Его Финальный Так Сать Результат Но Важно Через Через Рампу 2 500 Ну 1900 На Вход Плюс Траектория Ну Пока У Фейза Самый Такой Оптимально Быстрый Финиш Через Джампад Да Все Отлично С Газа 36 9 С Газа Тоже Спамят Машинган Ну Здесь Еще раз Повторюсь Да То есть В Кутре Это Вообще Бесполезно Но Тем не менее Возможно В ЦПМ Раз Два Нет Третьего Нет Возможно В ЦПМ Просто Не так Критично То есть Тебе нужно Выстрелить Как можно Быстрее Но Ты можешь Машинганом Поспамить От этого Ничего Не потеряешь Но Опять же Повторюсь Чем Раньше Ты Выстрелишь Тем Раньше Она Приземлится 36 9 Отлично Frosty 36 7 Из Финландии Интересно Хорошие Хорошие Ля какой Ой Заскимил Стену Ой Полетел Не туда Ой Блин Вот это Ну это Конечно Подляна Такие вот Секции Они прямо Они раздражают Иногда Потому что Если ты На рампу Если ты Заскимил Стену После рампы Тебе просто Уносит Куда-то В сторону Типа Ты не Отталкиваешься Ты не Сбрасываешь Себе Координаты Мгновенно Ты Скимешь И продолжаешь Типа Типа Сглаживаются Типа Ну короче Бред Это Соболезную Такое Бывает Конечно Пуст Взял Ракеты Обе Две Много Скорости Ну Бывало И побольше Но В целом Выглядит Неплохо Ой Финиш Какой Медленный Ой Бе Пузо Говорим Бе 361 Широсаки Из UK Тоже Спавил Мишинган Под себя Шичко Ну пока Все одно и то же Да Я не знаю Ну я Не буду так Сать Комментировать Особо Финиш Хороший Финиш Хороший Так Лан Калоя Лан Калоя У нас Отмечал По-моему Райф У него Самое большое Было Сообщение Что он Прям Кую-то Там Красотищу Сдел А Вот это Под себя Шка Наверное Вот это Имел 2 400 Ну не знаю Вот если бы Блин Не знаю Вот Карта По идее Очень Да Динамичная И Видя Как Клан Калоя Проходит У меня Прям Напрашивается Мысль О том Что Нужно После Туннеля С плазмой Нужно Просто Сохранять Дальше Человеку Скорость И пусть Он летит На все Четыре То есть Расширять Возможно Следующую секцию После Телепорта Делать Его Под Большей Скорости И Просто Типа Вот Да Налети Вот Тебе Скоростная Карта Тогда Было Было Наверное Прям Огонь Так Проки Поп 35 Три Три Раз Два Три Отлично Три Три Бустар Три Рокер Рокер Секция Не Очень Получилось Но Это Бывает Как Известно Финиш Неплохой Финиш Неплохой Так Найт Тоже Что-то Учудил У нас По спойлерам Судя по всему Мы знаем Так С С 51 О О Чит Один Буст Такие Читы Один Буст Найт Я не знаю Что ты Расстраиваешь Ты Меня Сразу Под Себя Через Ой Ну Это Блин Ну Это Приза Оригинальность Должен Стоять А у нас Стоит Приза Оригинальность Найт У нас Ничего Не стыд Нас Ни у кого Не стыд Не дают Оригинальности Больше Вот Валидаторы Так Если Кто-то Будет Смотреть Из Валидаторов А кто-то Будет Я Надеюсь Найту Еще раз Смотрим Великолепная Демка Приза Оригинальность Если Ну Если Дальше Ничего Подобного Не будет Травализаторы Знают Будет Или нет Но Использовать Две Кнопки Ну Здесь Конечно Чуть-чуть Так Жиденьким Поддало Один Бус Всего Ничего Страшного Здесь Значит Что происходит Мы Стреляем Главное Не заскимить Эту стену Дурацкую А он Кстати По-моему Заскимил Его Понесло Его Точнее Ну Срезало Ему Он Стреляет Раз Нажимает Мид Кит И Стреляет Второй Раз Но Это Надо Делать Немножко Быстрее Потому Что У меня Вторая Ракета Как Видите Дала 200 Всего Псов Это Очень Мало Это Порезче Делать Ну То есть Не то Что Порезче Это Тайминг Получше Чувствовать Ну И Финиш Тоже Могу Быть Немного Получше Четов Нос Говорю Ну Очень Качество Очень Качество Так Рейн 34 9 Раз Два Три Ну Да С Джампадом Возможно Можно Что-то Очень Дикое Сделать Там Потому Что В принципе Скорости Больше Но Там Сложнее Немного Повыруливать Так Сыть Так Маскаль У всех У всех Там Фрейм За фрейм Почти Маскаль Третье Место Поздравляем Тебя Маскаль Ну Да Не знаю Я Я Настаиваю В общем Не знаю Как там Валидоторы Да Сделают Если Кто-то Увидит Я Настаиваю На На Импрессиве Найту Прям Настаиваю Да Через Рампу Да Да Вот Две Ну Тут Широковато Получилось Можно Поуже Ну Да Да Вот Отлично Отличная Демка Можно Получше Овчаркин 38 Давай 34 8 Раз Два Три Не знаю Тут Вот там Три ПГБ Они Очень 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 Такие Типа Спорные В том Смысле Что Там Скорее Все Надо Первый Делать Не в Полную Силу Чтобы Третий Тебе Дал Получше Лайнап И Побольше Скорости То есть Там Тут Получается Как Если ты Делаешь Два Быстрых Ну Два Сильных ПГБ У тебя Третий Как бы Особо И не Влазит И ты Там Ну Его Не Весь Сделаешь На Половинку На Полшишечки Это Третий Буст У тебя Получается Топ Два Овчаркин Поздравляю Иксас Первое Место Поспавит Перчатку Любой Уважающий Себя Дефрагер Так Стоять Который Знает Теорию И Принимает Использует Теорию На Практике Так Стоять Ну Типа Раз Два И Третий У тебя Третий Даже Не Влазит То есть Там Надо Либо Первый Как-то По-другому Делать Либо Там Вообще Ну Там Надо В общем Посидеть И Немножко Поебаться Так С этим ПГБ Потому Что Там Можно Прям Мне кажется Очень Много Скорости Заиметь Чисто Вот С Этих ПГБ Можно Прям Очень Сильно Себе Улучшить Жизнь На Карте Ну Собственно Роуты У Трахайдеров Трахайдеры Ура Новое Слово Трахайдер Что В принципе Логично Роуты У нас У всех Одни У ФПСов Другие Странно Что В этот Раз Не Поиграли Гоблин С базом Два Дружочка Пирожочка Но Ничего Страшного Не Поиграли Ну И Как Бы Не Очень Хотелось Поздравляем Ксаса И Дельту С первыми Местами Поздравляем Ксаса Стоп2 А также ВК3 То есть Человек Занял Первое место СПМ И второе место ВК3 Подсчет И Уважение Пойзон Могло быть Побыстрее Но Тоже Третье место Весьма Неплохо Почему бы и нет Маскаль Третье место Поздравляю Овчаркин Второе место Ни в коем случае Не пропустил тебя Братик Так сказать Брат Второе место Овчаркина Тоже Поздравляем Ну и всего Отправило Не особо Много Демок Антон Петрович Четыре минуты Естественно Мы Смотреть Это Не будем Ты уж Извини Антон Петрович Мы Топ-20 Смотрим Ну и Тут Неуэдик Тоже Четыре Своё Фи Мне кажется Они так Своё Фи Выражают Что Типа Они просто Ну Тест Видимо Тест Отправили Ну эффект Точно Наверное Тест Какой-то Отправил Типа Четыре минуты А это Не Я такое Играть не буду Отправлю Вот это Ну и ничего страшного Отправил для количества Почему бы и нет Главное Что мы Эту демку Не смотрим Это Все Что меня Волнует Ну и Все Собственно Что тут сказать Все молодцы Всем спасибо Всем удачи Увидимся На обзоре Четвертого Раунда На котором Мы будем Давать Очень Неоднозначные Комментарии По поводу Творения Беатрикс И Аймура Где есть Дробовик Между прочим А вот Кто Кто из мапперов Бомж С этим дробовиком Мы узнаем В следующей серии Всем пока